Оперативное совещание началось с объявления новых должностных лиц. На должность начальника управления по развитию культуры и туризма назначена Ирина Костышина. Глава Дмитровского округа Илья Поначевный просил нового руководителя в короткие сроки предоставить план работы управления на ближайшее время. С докладом о деятельности МБУ ЖКХ и благоустройства выступил его руководитель Антон Волков. Организация обслуживает 248 дворовых территорий города и территориальное управление номер 7, детские площадки, тротуары, скверы и фонтаны. В штате работают более 200 человек. Учреждение располагает 34 единицами специализированной техники. По словам Антона Волкова, в связи с реорганизацией структуры муниципалитета изменились штатные расписания казенных учреждений по благоустройству бывших поселений. Это негативно сказалось на работе по приведению территорий в порядок. Бюджетному учреждению не хватает техники, дорожного пылесоса, двух грузовиков, погрузчика, тракторов. Глава округа Илья Поначевный распорядился повысить эффективность работы учреждения и ускорить процесс перерегистрации техники. Об итогах рейтинга 50 за первые полугодия текущего года рассказала заместитель главы Дмитровского округа Татьяна Тищенко. По сравнению с прошлым годом Дмитровский городской округ значительно улучшил свои показатели, выйдя из красной зоны и поднявшись с 47 места на 18. Однако глава округа Илья Поначевный посоветовал не расслабляться, так как остается еще много нерешенных проблем. Общий процент показателей, находящихся в красной зоне, составляет 14 процентов. В оранжевой 14 процентов, в желтой 25 процентов, в зеленой 45 процентов. Рейтинг складывается следующим образом. 22 показателя в зеленой зоне, это 45 процентов. 12 показателей в жуттой зоне и по 7 показателей, соответственно, в оранжевой и красной зоне. По уровню удовлетворенности населения модерными властями в зеленой зоне, а вот по второму приоритетному наказанию эти 250 экономика, показатели объема инвестиций, привлеченных в основной капитал, у нас 25-е место, жуткая зона. Причина попадания в жуткую зону, это завершение реализации крупных инвестпроектов и основной части инвестиций по этим проектам. И также у нас один инвестор скорректировал своем инвестпроектов, устроен уменьшением на 0,7 миллиарда рублей, поэтому запрещено пока 25-я зона. О поступивших за период с 26 марта по 9 мая обращения граждан через портал Добродел рассказала начальник управления по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Ирина Хоменко. Всего за этот период поступило 512 обращений. Из них 69 обращений отложенные, 160 повторные. Ирина Хоменко подробнее остановилась на отложенных обращениях. Например, долгое время не решается вопрос передачи уличного освещения жилого комплекса «Гавань» на баланс Мосэнерго. Оказалось, что застройщик провел уличное освещение без необходимых документов. Срок переносится уже в четвертый раз, обращение это с прошлого года у нас в работе. Я так понимаю, были проблемы в связи с передачей линии наружного освещения от застройщика. Глава округа Илья Поначевный потребовал привлечь к решению проблемы органа прокуратуры. Еще одно отложенное обращение связано с несвоевременным вывозом мусора из деревни Агафониха. Выяснилось, что у Сергия Упасадского регионального оператора нет внятного графика вывоза мусора, а также не хватает мусоровозов и маркированных контейнеров. Этот вопрос взят администрации под особый контроль.